Армян 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 это противоестественно бога под себя мы построить не сможем смотрите у него вся природа построена на дисциплине и от христианского общества он требует определенной дисциплины чтобы оно было здоровым и сильным бог плохого и недоступного нам не желает это захватчики мира хотят нам зла они хотят нас уничтожить вначале духовно потом физически они строят себе империю без бога и армении по их планам должна входить в эту большую империю где нет ни пола не нации где нет ни традиции истории где нет морали где нет власти бога но это их грезы и мечты мы знаем что сказано в молитве христа да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе так вот пусть и придет царство и воля бога на землю на землю армянскую сейчас наша нация находится в очень плохом положении братья наша судьба в наших руках вместе мы можем сделать многое сейчас нет уже времени развлекаться и веселиться речь идет о нашем народе давайте что-то предпринимать нужно строить будущее в первую очередь нужно создавать условия для обеспечения жизни условия для развития немесла и полезной работы на благо себе и одновременно общество животноводство и земледелие это та деятельность которая обеспечит жизнь самое трудное время во вторых чтобы мужчины в молодом возрасте женились и имели много детей в третьих нужно развивать здоровый образ жизни давайте помогать друг другу когда нас станет много тогда мы станем сильной державой и сможем заселить свои исторические земли которые вернутся к нам естественным образом наши предки веками были за справедливость чистоту были настоящими христианами они были традиционным монархическим обществом но к десятому веку когда епископы взяли власть свои руки одели в себя от народу как верхушку наш народ стал слабым и лишился своей независимости церковь это не кучка людей в рясах и это не здание армянская посольская церковь это весь наш народ это все мужчины и женщины доверившие своей жизни христу это единое общество следующие законом и установлением апостолов изложенных на страницах святого писания что есть главный кодекс для христианского общества гражданское уголовное административное семейное право а также отдельные правила гигиены питания этики ясно изложены на страницах святого писания сегодня мы чувствуем что в нашем народе поменяется мировоззрение в лучшую сторону появится много молодых людей которые станут камнями из которых будет строиться новое здание новое общество начале их видно не будет но позже они станут заметными у них будут рождаться дети со строгими христианскими настроениями таких семей будет становиться все больше и больше противников христианского образа жизни бог будет сам убирать то что мы здесь пишем это от бога пройдет немного времени и многие в этом убедятся когда увидят наши слова исполняющимися сегодня люди имеющие влияние на наш народ это могут быть известные люди которых мы видим на телевидении позорит наш народ нашу культуру примеру если взять телешоу x-фактор то туда приходят люди и шоумены специально пускают свое шоу таких людей у которых нет способности выступить чтобы посмеяться над ними и чтобы показать их перед телезрителями клоунами эти шоумены хотят позорить наш народ перед всем миром это предатели нашего народа и его истинные враги владельцы телеканала в армении должны задуматься над тем что они нам показаны если кощунство над нашим народом его культура не прекратится они однажды взорвутся в своих кабинетах бог будет решать эту проблему почему наш народ бездействие нашему народу нравится что над ним смеются они не просто смеются над этими людьми но они смеются над всем нашим народом враги нашего народа создают дома для моделей где превращают армянских девушек в проституток выставляя их в купальник их на всеобщее обозрение посмотрите телешоу витамин кола это собрание насмешников пустых людей которые приходят послушать шутки и посмеяться эти шуты веселящие глупую толпу посмеются над нашей культурой своих шутках они пустословы и кощунники и богохульники они уже много раз своих выступлениях высмеивали религию они религию превращают в какую-то шутку а все остальные смотрят и смеются а нам бог сказал блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей если ты накажешь кощунника то и простой сделается благоразумным телеведущие таких телешоу пренебрегает литературным армянским языком и часто коверкают его русским жаргоном недавно наш народ голосовал за певицу еву ривос которая снималась в эротических клипах и наш народ считая себя христианским народом поддерживал ее на евровидении мы сами сами руками разрушаем свое благословение через такие дела эта певица если не покаяться перед богом за свой разврат будет наказана другие подобные ей тоже будут наказаны бог будет очищать скоро свою землю от своих врагов с врагами нашего народа с врагами христа будет бороться и наша молодежь неужели народ не видит что нам рекламируют вещи которые разрушают наш народ с великой силой это реклама спиртных напитков сигарет производители сигарет в армении намного больше чем сама армения видов сигарет у нас больше чем в россии ради своих денег от продажи сигарет враги народа враги христа убивают наш народ а те наши люди которые работают на этих фабриках они принимают соучастие в преступлении владельцев этих фабрик против нашего народа эти рабочие грешат им нужно оставить эту грешную работу за соучастие в отравлении христианского народа человек понесет божье наказание мы молимся о том чтобы эти фабрики в армении однажды были взорваны или сожжены а те кто торгуют сигаретами тоже грешат сегодня на телевидении армении мы можем видеть женщин принимающих активно участие в диалогу некоторые из них имеют безобразный вид с красными волосами уродливым макияжем нарисованными бровями брюках или юбках выше колен они на этих телепередачах много говорят смеются они разговаривают с мужчинами на равных это блудницы и прелюбодейки со стажем в нашем христианском обществе им разрешают открывать рот и дают свободу но апостолы повелели христианам так жены в церквях до молчат ибо не разрешается им говорить но пусть будут послушны как и закон говорить если же они хотят чему научиться пусть спрашивают дома своих мужей ибо стыдно жене говорить в церкви женщина в тишине да учится со всякой покорностью а учить женщине я не позволяю не властвовать над мужчиной но быть в тишине по учению апостола в любом собрании там где есть мужчины женщинам говорить запрещено если праведным женам запрещено апостолами говорить в обществе то блудницам подавно запрещено открывать свой рот если у нас христианское общество то все в нем должно соответствовать учению апостолов а кто против учения апостолов тот неверный тот распинает иисуса христа своей жизни все наши женщины сейчас ходят с открытой непокрытой головой но апостолы предписали если жена не покрывается пусть и стрижется если же стыдно жене стричься или бриться пусть покрывается та церковь которая разрешает христианкам открывать голову это церковь сатаны то общество в котором распущенность и открытая одежда на женщинах это общество не христианское и не апостольское это общество неверных это общество предназначенное богом для уничтожения сказал пророк давид о них во время гнева твоего и сделаешь их как печь огненную во гневе своем господь погубит их и пожрет их огонь не дружите с теми кто желает войти в огонь бога неужели вы хотите погибнуть вместе с ними через всякие фильмы бразильские сериалы нашему народу рекламируют секс а мужчины спокойно реагируют на то что их жены или дочери смотрят такое рекламируются всякие европейские напитки которые вредят нашему здоровью все эти вещи приведут народ гибели христианском народе не может быть абортов те кто совершает аборты это неверные это дикие язычники никогда наша вера не разрешала абортов бог за аборты будет многих наказывать вы наши слова вспомните то правительство которое разрешает это убийство не имеет права на существование наш народ очень наивен собираются в бессмысленные демонстрации недавно уже пожар возгорелся над их головами загорели шары прямо в середине демонстрации девушкам пострадавшим от огня надо дома сидеть и заниматься хозяйством они по демонстрациям ходить любая демонстрация митинг или сходка без бога только ухудшит положение мы требуем от турции признание убийства миллионов мирных граждан турции но мы не понимаем что за турции стоит америка и почему мы не требуем от америке признание геноцида она его не признает когда признает то и турция тоже признает неужели вы не понимаете что сейчас уже не те времена когда страны бы принадлежали сами себе турция это марионетка америке армении это марионетка россии как россии договориться с америкой о судьбе армении так и будет и первая и вторая мировые войны и революция в россии в 1917 году геноцид армян были спровоцированы америкой и европой сейчас америке турция нужно куда больше чем армении в турции с территории моря ископаемые это то что нужно америке если наш народ будет продолжать надеяться на россию то он скоро превратится в одну из ее автономных республик станет подобное татарстану или дагестану мы даже свой язык забудем как забывает свой язык татары проживающие в россии россия не спасет наш народ она заинтересована в армении как военном полигоне россия продавала оружие нам и азербайджан сам чтобы мы убивали друг друга она делала деньги а мы умирали когда резали армян в боку российская тогда еще советская армия прибывшая по приказу москвы стояла и смотрела как нас режут этот карабахский конфликт и был создан россии который в свое время отдала карабах азербайджану а уже позже напомнила об этом армении чтобы разжечь конфликт кто-то скажет что россия сильно помешать армянской монархии но мы говорим что российский режим ослабевает под натиском национальных движений народа в россии и под давлением требований исламистов хорошо развивающимся на ее территории уже всем надоело терпеть этот разврат пропагандируемый америкой европой и уже россии тоже поэтому и появляются все эти анти настроения смотрите что показывают телевидение россии и и телевидение проповедует растление извращение нации а журналы и газеты публикуемые в россии это реклама колдунам и извращенцам еще недавно россия сделала нас безбожными коммунистами сегодня она желает превратить нас демократов демократия это высшая ступень безбожия наш народ спасет только национальное самосознание только объединение в одну крепкую культурную идеологическую систему создание арадского царства или армянского царства относительной монархии во главе с вождем или судьей выбираемым народом законами отличными от западных сохранит наш народ духовно и физически увеличит его численно должны быть созданы для этого специальные условия это будет традиционное дисциплинированное христианское общество непобедимое независимое и властное это не будет совершенное общество но будет общество приближенное к совершенному оно будет более правильным в глазах бога чем то что есть сейчас на данный момент в армении с каждым днем все больше появляется пьяниц и наркоманов люди теряют смысл жизни молодые колются бензином курят коноплю а взрослые мужчины становятся алкашами появилось много бездомных и все потому что правительство армении плюет на свой народ правительством армении а также ее богатыми людьми правит не любовь к армении а деньги деньги им нужны они народ народ это всего лишь рабы а главное деньги деньги от продажи алкоголя деньги от продажи сигарет деньги от продажи нездоровой пищи деньги от размножения на нашей земле разврата проституции гомосексуализма интересно кто и сколько заплатил нашему правительству за смерть нашего народа убивают нас тайно так что этого никто не видит слабый народ это послушный народ есть богатый армении желающий помочь своему народу деньги которых не доходит до народа остаются в карманах правящих людей армении если наша правительство захочет она все может дать работу есть для этого богатый армении кто готов вкладывать деньги в армению но им не дают этого делать безработица и наркомания держит народ в подчинении цель врагов народа в том чтобы народ зависел от них ненависть правительства армении к своим гражданам проявляется в работе его посольство в москве правительство армении грабить своих граждан ищущих юридическую материальную помощь в россии нашим гражданам грубят посольстве обращаются с ними несправедливо оставляют их стоять в очередях просто издеваются над бедными людьми оказавшимися в россии правительство армении наживается на своих же гражданах оказавшихся в тяжелом положении вдали от родины продавая свои навязчивые документы и услуги всем обращающимся в посольство скоро наступят времена когда армении будут править достойные люди те кто боится бога и его суда будут править тех кто живет и делает все для своего народа принося себя в жертву своему народу это люди справедливые многобоязненные мы уже за это молимся и пусть и наши братья тоже молятся вместо того чтобы в армении создать условия для жизни чтобы туда могли возвращаться все армении живущие сейчас других странах правительство делает так что люди уезжают из армении люди уезжают потому что не видят того что это их земля это так и есть народу земля действительно не принадлежит она поделена на части между определенными людьми которые ею пользуются как своей собственностью они продают ее ресурсы ее природное богатство к примеру даже озеро севан уже не принадлежит народу а какому-то высокому лицу уже за отдых на единственном водоеме армении нужно платить кто дал право распоряжаться собственностью народа какое животное дало право закрывать людям доступ к реке аштаракидзор и к другим природным местам народ не может пользоваться тем что даровано ему богом на своей земле армении не имеют прав не могут полноценно пользоваться своим достоянием люди занимающиеся сельским хозяйством вынуждены покупать воду придет время когда этому произволу беззаконников наступит конец природные объекты такие как озеро реки поля для скота продаваться не должны тем более что армения территориально мало люди должны работать выращивать скот пасти его на полях заниматься земледелием это обеспечит им жизнь правители армении нужно узнавать не потому что показывать по телевизору а по плодам нужно узнавать по состоянию в армении можно судить о ее правительстве не воюйте за это безбожное правительство и не служите ему не давайте ему присяги вы для них всего лишь прислужники служащий безбожному преступному правительству есть соучастник в его грязных делах служите богу и его народу и не идите вслед сатане и его слугам плохая власть посылается богом наказание тем кто пошел против его закону поэтому если мы все станем на путь исправления и очищения бог уберет от нас эту власть так что проблема в нас самих тоже есть каждый народ заслуживает своего правителя рыба гниет с головы народ уже однажды выходил на митинги это не помогло потому что в этих митингах не было бога а если мы все поставим бога на первое место во всех наших действиях нам никто не сможет противостоять кто такие правители это тоже люди кровь и плоть которая надеется на оружие и армию но если армия пойдет против правитель это беззащитные дети безбожный царь не спасет себя как сказано пророком не спасется царь множеством воинства исполина не защитит великая сила а какой царь возвеличится молящийся праведный царь как сказано он просил у тебя жизни ты дал ему долгоденствие на веки век велика слава его в спасении твоем ты возложил на него честь и величие ты положил на него благословение на веки возвеселил его радостью лица твоего ибо царь уповает на господа и во благости всевышнего не поколеблется святой землей должны править святые люди на земле праведного пророка ноя который молился богу должны жить только праведные люди молящиеся постоянно богу те мужчины или женщины которые не преклоняют своих колен перед богом это не христиане в армении должна быть воздвигнута восстановлена спустя многие века истинная апостольская церковь и вождем должен быть один из христиан апостольской церкви избираемый народом из тех кто справедлив нелицеприятен мудр сведущ святом писании его власть не должна быть абсолютной но контролироваться собранием старейшин выбранным народом собрание старейшина или синедрион наделяет на неопределенный срок вождя народа определенными полномочиями и армии в любом и в любой момент может лишить его великого права служить народу вождь должен не править над народом а служить народу как велел христос кто из вас больше будь как меньше и начальствующий как служащий не должен он быть царем но вождем и судьей ибо один у нас царь помазанный богом это иисус христос который будет царствовать в армении тысячи лет после того как истребит земных царей и будет в тот судный день посетит господь воинство в исприне на высоте и царей земных на земле и будут собраны вместе как узники в ров и будут заключены в темницу и после многих дней будут наказаны и еще сказано когда всемогущий рассеял царей на сей земле она забелела как снег он в день гнева своего поразит царей совершит суд над народами наполнит землю трупами согрушит голову в земле обширной а праведники должны радоваться и вести брать с неверием народах не подчиняться царям земным и их людям если те идут против бога но наоборот мы должны судить их как сказано да торжествуют святые во славе да радуются на ложах своих да будут слава слове богу в устах их и меч обоюда острый в руке их для того чтобы совершать мщение над народами наказание над племенами заключать царей их вузы вельмож их в оковы железные производить над ними суд писаный честь сия всем святым его флаг армянского царства должен иметь себе словословие богу как сказано во имя бога нашего поднимем знамя сегодняшний флаг армении к богу не имеет никакого отношения если такой флаг не поднят во имя истины во имя закона бога то этот флаг не заслуживает никакого внимания ибо сказано даруй боящимся тебя знамя чтобы они подняли его ради истины следует поднимать флаг на горах чтобы все видели а когда он будет поднят все видящие его мужчины должны громко хором воздать славу отцу небесному и царю иисусу христу как сказано поднимите знамя на открытой горе возвести голос христианской армении должен быть высший суд который будет судить не по законам америки и европы но по законам библии такой суд признается самим христом который утвердил его авторитет так он сказал я говорю вам что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему не основать на рака глупец подлежит синедриону с вождем народа должны править и старейшины и же собрание созывает высший суд синедрион так как сказано созвали синедрион и всех старейшин почему вождь а не царь потому что царь это христос и сказано так и не понравилось слово начальников народа сея самуилу когда они сказали дай нам царя чтобы он судил нас и молился самуил господу и сказал господь самуилу послушай голоса народа во всем что они говорят тебе его не тебя они отвергли но отвергли меня чтобы я не царствовал над ними отвержение справедливой власти это противление богу апостол написал посему противящийся народу и старейшины будут праведными и справедливыми то и народу будет хорошо и сам народ будет праведным возвышенным духовно и физически и это подтверждает святое писание тогда народ служил господу во все дни иисуса вождя и во все дни старейшин которых жизнь продлилась после иисуса если вождь лишается своей службы по причине несправедливости или умирает то его функции временно переходит собранию старейшин вот как написано в законе и воздвигал им господь судей вождей которые спасали их людей от рук грабители их когда господь воздвигал им судей то сам господь был судей и спасал их от врагов их во все дни суди ибо жалел их господь слышал стоны от угнетавших и притеснявших их вот так должно быть в идеальном христианском обществе если этого не будет сам бог начнет вершить свое дело это будет всем очевидно пусть наши власти наше государство и народ готовится ко второму приходу иисуса христа если до его пришествия мы не достигнем идеального государства элементы которого озвучены выше если мы не сделаем армению дисциплинированным высокоморальным христианским обществом то она такой станет после пришествия христа жертвенного агнца но великое горе тем кто не приготовить себя и своей семьи к встрече с христом и вот эти времена и когда он снял шестую печать я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачным как волосиница и луна сделалась как кровь и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром роняет незрелые смог вы свои и небо скрылась свившись как свиток и всякая гора и остров двинулись с мест своих и цари земные и вельможи и богатые и тысячи начальники и сильные и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор и говорят горам и камнем падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять устоят только праведники кто приготовил себя и устоит наш народ если приготовить тебя молитесь вместе с нами этой молитвой отец небесный и царь над царями и властелин над мирами ты знаешь все и ничего от тебя не скрытно от вечности и сотворил народ армянский для славы своей будь же теперь защитником нашего народа объяви войну всем врагам нашего народа внешним или внутренним благослови умножи и укрепи наш древний народ хранимый тобою веками избавь наш народ от злых людей наживающихся на нашем народе творящих несправедливость и грабительство очисти наш народ от распутных и беззаконных людей и от их дел укрепи границы армении и оставь нашу землю для себя и не давай ее никому укрепи дух и праведность народе воскреси силу мужество и веру в сердцах нашего народа подними молодежь для священной войны против произвола грабителей кощунство развратных против греха и порока возвысь в нас культуру и образованность дару исцеление и выздоровление всем болящим в нашем народе яви твою заботу о всех бедняках сиротах и вдовах в нашем народе и во всем этом пусть прославится только твое имя ибо твое царство сила и слава во веки веков во имя иисуса христа аминь аминь